Ксенофаг. Экзотический пулемет, который был добавлен в игру 29 октября, почти через месяц после релиза Обители Теней вместе с новым подземельем Яма Ереси. Для того, чтобы получить этот пулемет, вам понадобится доступ к этому данжу Обитель Теней, соответственно, и 940 уровень силы. Привет, Страж! Рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайп. Меня зовут Джон Лейни, и давай я расскажу, как получить эту пушку. Чтобы начать квест, вам нужно попасть на балкончик Эрис в неприходящей бездне, где она обычно тусует после выполнения еженедельного квеста Память. А как добраться туда, не выполняя его, вы можете наблюдать на своих экранах. Как только попадете в комнату, вам нужно активировать статуи в определенном порядке. Сначала правую ближнюю, правую дальнюю, левую дальнюю и левую ближнюю, то есть просто пробежать по кругу. Из появившегося сундука вам выпадет стартовый квест. Сейчас помчим его выполнять, но сначала рекламная пауза от спонсора. Некогда сидеть и тупо фармить. Очень хочешь сезонные пушки и новые экзоты, но не хватает нервов? Что ж, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду TripleVibe ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Итак, для первого этапа понадобится выйти из тьмы. А сделать это надо будет на локации якорь света. Помните тот светящийся осколок в одном из зданий? Цветок улья. Вот он нам и нужен. Приезжайте к нему, берите в руки шар и с помощью него зажигайте 6 лектурнов в порядке, показанном на видео. Субтитры сделал DimaTorzok В следующем этапе нужно будет навестить все 4 затерянных сектора Луны. Центр собраний К1 в якоре света, отдел логистики в линии лучника, жилые помещения в адской пасти и откровения в гавани скорби. Зачистите их, а на пути к выходу в каждом из них вас встретит небольшая головоломка типа одногранного кубика Рубика. Чтобы завершить ее, нужно чтобы все 9 символов были такими, как нарисовано над самой загадкой. Конечно, вы можете порешать сами, если хотите, но мы для вас оставим подсказку на экране для каждой из них. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Затем вам нужно вернуться, ну или начать проходить в первый раз подземелье Яма Ереси. После первого этапа дойдите до стены с дверьми, слева наверху будет дверь без руны над ней. Заберитесь к ней, потрогайте руну и продолжайте движение дальше. Как только вы окажетесь в тоннелях с ограми, сворачивайте налево и выходите к обрыву, спрыгивайте вниз и где-то в середине выступа опять будут руны. Потрогайте их и снизу поднимется три платформы, на последний опять будет огненный шарик. Берите его и тащите в сторону самой правой двери с руной к следующему этапу. Она будет с противоположной стороны от обрыва. Просто проберитесь напрямик через тоннели, пока не упрётесь в красную стену. Вам нужна третья дверь с жаровнями лектурными. От двери к энкаунтеру. Зажигайте обе одним реликом и вам откроется путь к боссу. На боссе у вас будет две комнаты, некий предбанник, где колдун предстанет перед вами в первый раз в кучке рабов. И собственно сама комната, где вы будете его убивать. В первой по углам у вас будут расположены четыре шарика со стихиями и рунами над ними. Во второй же комнате будет два яруса и знакомый огненный шарик на мостике по центру комнаты. Также в этой комнате расположены четыре лектурно с такими же рунами, что и в первой комнате. Смекаете? Как только вы попадете в первую комнату, обратите внимание на баф, который вам выдали. Он будет соответствовать одной из стихий в углах. Чтобы дамажить босса, вам нужно взять шарик на центре и принести его в лектурн с той руной, которая соответствует вашему бафу. После этого 25 секунд вы сможете наносить урон по боссу именно этой стихией. Что куда вставлять, я думаю вы разберетесь сами, не маленькие. Хотя, ладно, шучу, вот вам подсказка. У босса здоровья не очень много, поэтому много времени убийства не займет. После смерти этап завершится и вам нужно будет просто поговорить с Эрис, чтобы получить новый пулемет. Выглядит довольно просто, согласись. Тогда собирай бравых друзей и бегом выполнять квест. Ну а пока бонусом идет проход к секретному сундуку. Мы желаем вам удачи и до скорой встречи, Страж. Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok